Рыбок с этой фотографии! Мабуля! Мабулечка! Свадебное платье мать передает по наследству Юмичу! Вот, что за треш? Что происходит вообще? Когда меня заставляют повторять детские фото! Привет, я Аня, со мной мои питомцы, киса Алиса, Юмичун, Софи! И сегодня у нас будет офигеть какое прикольное видео! Повторяем детские фото питомцев! И несмотря на то, что Мишки и Эйвана с нами больше нет, я подумала, что можно сделать так, что Юми, так как она тоже шоколадная, как и Мишка, повторит одну фотку Мишиной, а Софиша, господи, повторит одну фотку Эйвана из детства! Ставьте лайк, если вам нравятся наши видео, и вы хотите, чтобы они выходили постоянно! Подписывайтесь на канал, чтобы к 23-му году у нас стало 3 миллиона! Это просто мое новогоднее желание практически! И пишите обязательно свои комментарии, потому что я на них отвечаю, я их читаю, я всегда... Это, кстати, была одна и... идея одного из подписчиков, повторить детские фотки! В общем, все собаки уже очень выросли с того момента, их первых фотографий, Софиша, например, 11 лет, Юмичу 6 27 декабря, Кисси Алисе 5, я смотрела детские фотки, это очень мило, я замучилась, если честно, выбирать. Ну, я выбрала по несколько, и мы будем пытаться повторить какие-то из них. Самая взрослая бабулечка! Это фотки ее рождения! На самом деле, может быть, в этой фотке ничего такого, но мне показалось, что это будет прикольно повторить, потому что этой фотке 11 лет! Погнали! Ну, фото, в общем, не сложное, красного тазика, над которым Софиша в виде новорожденного щеночка висит над тазиком, у меня нет, у меня есть вот такое вот белое ведро, пусть будет оно, руки там тоже не мои, держу я, не я. Ну, и Софиша как бы не влазит вообще в руки, вот как-то так у нас будет выглядеть эта фотка. В общем, надо как-то над тазиком, чтобы Софи задрала лап, и она смотрела в какую-то другую сторону. Получается какая-то ерунда, если честно. Ну, я покажу, что получается, и эти фото не похожи на то, что было. Это вообще анрел повторить. Давайте попробуем что-нибудь еще. Так, Юмина фотография из детства. Для этого нам понадобится какой-нибудь коврик мягенький. Там на самом деле голубой, извините, голубого у нас не было. И короб... Сюрприз! Кто в коробку уже залез? Алис, давай, мы будем снимать, выходи. У нас, как всегда, все идет по плану. Юми, залазь. Алиса, вылазь. Спасибо. Кошка, которая нас всех ненавидит. Там только одна, одна вот эта штука торчит. Она должна стоять на коврике, нет ошейника там. Залазь в коробку, давай, давай. Ай, молодец, моя собака. А теперь ты должна поставить лапы вот сюда. Юми, что, залазь вот сюда. Нет, не так, Юми, не так надо сесть. Положи лапу, положи. Сидеть вот так, свлекать. Сюда лапу. Вот, молодец, давай, давай, давай. Вот, молодец. Софиша, тебя там не было. Тебя там не было на этой фотографии, Софишечка. Я понимаю, что ты очень хочешь получить вкусняшечку, но потерпи. Вот, молодец. Уши где твои? А там, мне кажется, и нету шеи у меня. Смотрите, что у нас получилось. Мне кажется, у нас получилось. Одна фотография, точно. У-ху-ху. Покемоника. Молодец. Оценивайте в комментариях, пишите, похоже или не похоже. Я думаю, Юмичу повторит Мишкину фотку в свадебном платье. Юми в свадебном платье, это вообще капец. Ладно, так, киса Алиса у нас следующая. Алиса! Алиса такая. Может, кошка так сделать? Самый прикол, что фотку, которую я выбрала для повторения, я еще ее выбрала и потому, что у меня остались все эти милые носочки. Милые носочки с котиком, это же киса Алиса. У нее левая передняя лапа не в носке, то есть две задних в носке и правая. Там у нас был такой большой дом Алискин, здесь у нас она будет в этом домике сидеть. Погнали. Так, мы справились с двумя задними носками, сейчас наденем последний носок Алиски только на одну лапу. И вот так вот, раз. Куча кошек ходит в каких-то, как вообще люди надевают нормальным кошкам, вот эти, на когти, на каждую вот эту штучку, насадки. Все. Все. Вот и злюка, вот и злюка. Так как Алиса сейчас может очень быстро снять носок, мне нужно срочно подготовить камеру. Смотри, на меня, на меня, на меня, на меня, на меня. Не так легко повторять фото, детские. На самом деле, за мое отсутствие, кошку очень сильно избаловали. Ее так сильно любили, ее так сильно кормили, и все, ей разрешали. Избалованная кошка ты. В общем, мне кажется, что одно фото достаточно удачное. Бодренький котеночек. И тут просто такая злая бабка, такая. Это очень смешно, но мне кажется, похоже. Возраст меняет, знаете ли. Это Софишкина фотка из очень-очень далекого ее детства. Она там тоже очень маленькая. К сожалению, у меня не осталось той одежки, которая была тогда на Софише, но и она бы ей сейчас была маловато. Я нашла похожую по цветам. Голубо-беленькую. Там у нее такой вот костюмчик детский. Ну и вообще Софишу, наверное, вряд ли получится так взять. Она там на фоне бежевых штор. Вот они, эти шторы, на фоне которых Софиша 11 лет назад снималась. Теперь мне нужно ее как бы посадить. А вторая рука у меня там вот так. И самое главное, меня там нет. То есть нужно вот так как-то ее сфотографировать. Миллиард попыток просто. Я не понимаю, вот так? Нет, там рука вот здесь как бы. Но ее нужно отодвинуть. Поднять вот так, чтобы не было меня в кадре. Вообще, это очень тяжело. Там руки не видно. Это все потому, что она маленькая. Она еще тяжелая, 3,5 килограмма. Я вот так вот пробовала. Так пробовала. И вот так, и вот так. Это очень трудно повторить. То есть она реально сидит в руке. А сейчас она не может сесть в руке. Она слишком большая. Как могли, оценивайте по пятибалльной шкале наше повторение. Повторяем самое первое фото, которое мы вообще увидели. Это было фото, на котором мы увидели Юмичу. Увидели тебя и захотели. Такая толстуха она там, такая пузачка. Там такой серый диван. У нас такого дивана нет, но я нашла цвет пледа. Просто идеально подходящий. И опять начинается сложность с тем, как взять собаку так, чтобы на фото было похоже. В правой руке попка, в левой руке лапки. Давай, Юмичу, иди сюда. В правой руке попка, в левой лапке. Ты вот так должна сидеть. Почему в детстве щенки выглядят очень милыми, когда их так держат? А когда собака взрослая, она выглядит просто очень странно, когда ее так держат. Она просто такая, господи, что происходит? Вообще я ничего не понимаю. Ты в детстве вот так сидела? Да, ладно. Очень сложно повторять детские фото собак, когда они выросли. Ну, это выглядит непохоже. Я старалась как могла, но это реально. Надо выбирать фотки, где нет человека. Сейчас будем заманивать Алиску на еще одну фотографию из детства. Очень милую. И я даже для этой фотки нашла лежанку того самого времени, когда она была маленьким котеночком. То есть этой лежанке больше пяти лет. Она в этой лежаночке играла, и я даже нашла тех самых рыбок с этой фотографией. Разруха и хаос. Отлично. Потихоньку получается. Давай, давай, давай. Алиса? Мне кажется, получается тофу-то. Ну, если не учитывать тот факт, что Алиса теперь весит на 100 килограмм больше и очень толстая. Класс. Мне кажется, фотка вышла. Смотрите. Так как Софиша сестричка Эйвона, а Эйвона с нами больше нет, я решила повторить его фото детское, где он вот в этом розовом полотенчике. Я очень люблю эту фотографию. Так что я нашла розовое полотенчико. Софиша должна будет изобразить Эйвона. Бабуля. Твоя бабуля. Она не похожа на Эйвона, она похожа на бабулю. Бабушка София. Бабулечка. И сейчас мы будем пытаться сделать это фото. Это совсем не похоже на то, на то, на то фото, что у Эйвона. Я сначала сфоткаю вот это вот, потому что это, это, это очень смешно. Когда начинаешь вот так разглядывать фотографию, ты просто не понимаешь, как можно так сделать пальцы. Так, эта рука вот здесь, этот палец вот тут вот так, а этот. Кажется, что ты просто какой-то вот такой квазимода, который вот так вот держал собаку. Но это же было не так. Но я надеюсь, что у нас получилось. Спасибо Софии, что повторила фото своего братика. Юми-Чу у нас же как бы по каналу Magic Pets дочка Миши и Эйвона. И Мишка типа вышла замуж за Эйвона. В общем, она повторяет фото своей мамы. И я нашла тот самый плед тех времен. Он уже рваный. Прекрасно. Я хочу показать плед. И мне сдвинетесь в жопку свою. Вот, смотрите, он рваненький. Ну, в общем, он выглядит уже явно как подержанный. Я нашла подушку, которая там на фоне у Мишки. Она будет в платье своей матери. Свадебное платье. Мать передает по наследству Юми-Чу. Может быть, когда-нибудь ты выйдешь замуж. Обычно Юми все привыкли выйти в спортивном костюме каком-нибудь, как гопника или в костюме покемона. Распоминается, ты же девочка. Вот так. Сейчас начнутся танцы с платьем. Юми выходит замуж. Юми не хочет замуж. Юми такая, нет, я не выйду замуж, нет. Нет, только не свадьба. Иди сюда, покемон. Иди сюда. Ого, что за трэш просто. Надо красиво сесть. Юми, иди сюда. Все, стой. Что происходит вообще? Давай, Юми. Все. Успокойся. Вот молодец. Молодец. Умница. Сидеть. 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 Молодец. Хвост прячем. Юми. Вот молодец. Смотри сюда. Смотри сюда. Юми чё? Юми не хочет поднимать уши в платье. Обычно Юми нормально смотрит в камеру. Просто у неё такой приход. Она просто не может посмотреть на меня. Если вам нравилось, ставьте лайк. А вам должно понравиться. Мы очень старались. Много часов съёмки. Нахождение всех этих вещей. Вообще. Алиска, а ты помнишь свою игрушечку? Я как бабуля такая. Когда-то в детстве ты играла вот этой игрушечкой. Иди сюда. Той шапочке, конечно, уже оранжевой нет. Тем более, она была очень маленькая, с пумпончиком. Но я постаралась и нашла шапочку оранжевую. И самое главное, я нашла ту игрушку. Сравните с тем, что было раньше и какая она спустя столько лет. Алиса. Алис. Давай повторим одно фото, Алис. Алиса. Мне кажется, эту шапочку нам подписчики прислали. Алис. Это мышка из твоего детства. Да, это она. Мышка из твоего детства. Это мышка из твоего детства. А это шапка из твоего детства. Это почти повторение фото. Это фото, когда меня заставляют повторять детские фото. Да. Играть-то весело своей мышкой, которой ты играла в детстве, а? Вот такое вот получилось у нас повторение детских фотографий. Короче, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Увидимся скоро в новых видео. Да? Невеста. Все? Пошли.